Простые истины. Не надо смотреть на власть как источник обогащения. После известия о хозяине Коми, слова Путина, произнесенные двумя днями раньше, в Сочи прозвучали уже как жесткое предупреждение. Обращены были к губернаторам, приехавшим к президенту после окончательного подведения результатов единого дня выборов. Все 20 приехавших победителей, все 20 были в своих регионах временно исполняющими. И теперь получили новый срок на старом месте. Президент их поздравил, но напутствовал кратко. Работать и честно. Самое главное, уважаемые друзья, если уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Кажется, я говорю такие элементарные вещи, но практика показывает, что не всегда, не везде, и не все вроде как и знают эти элементарные вещи. Но мы с вами должны не забывать об этом никогда. Из получившей новый срок губернаторов своеобразный рекорд у Тулеева, за которого в Кемеровской области проголосовали почти 97%. Катарстаном продолжат руководить Миниханах 94%, в Ленинградской области почти 80% у Дрозденко, столько же у Кондратьева в Краснодарском крае. Интрига сохраняется лишь в Иркутской области, где действующий глава региона Единорос Ерошенко не смог набрать заветную половину голосов, и теперь у него второй тур с коммунистом Лепченко. Сам день выборов обсуждали всю неделю, ведь голосовали за местную власть всех уровней, с которой будут жить ближайшие 4 года. И помимо губернаторов, в 11 регионах выбирали депутатов региональных законсобраний, в 23 регионах – парламенты региональных столетий. В Центризбиркоме доложили, явка была высокой, особенно на губернаторских выборах, везде более 51%. Это на 5 больше, чем в прошлом году, и на 17, чем на выборах в 13. То есть возвращается интерес не только к политике вообще, но и к выборам. В России развивается зрелая, многопартийная система, растет политическая культура. Убежден, именно серьезная конкуренция должна способствовать приходу в федеральный парламент тех политических сил, тех политиков, которые не только словами, но и делами докажут свою способность решать самые насущные проблемы, волнующие людей. И, конечно, в условиях предстоящей предвыборной кампании в Государственную Думу важно работать на общественную консолидацию, на объединение всех конструктивных сил вокруг решения ключевых задач развития страны. Прошедшая избирательная кампания еще раз подтвердила, что парламентские партии играют ключевую, системообразующую роль в политической жизни нашей страны. Причем сами участники выборов один голос уверяют, что, может быть, со стороны кампания и выглядела рутинно и спокойно, но борьба на этот раз была нешуточной. Чувствовалась возросшая конкуренция. А политологи считают, именно то, что не произошло резких перемен во власти на местах и стало главной сенсацией в условиях кризисных явлений в экономике как результата прошлого года. Все парламентские партии, считают в ЦИК, показали предсказанные социологами результаты, сохранив представительство в местной власти. Единой России, ставшей лидером по количеству полученных мандатов, результатом довольны и подчеркивают, что это репетиция перед ведущими в 2016 году большими парламентскими выборами. КПРФ вообще считает результат крайне удачным. После неудач последних лет коммунистам удалось взять мандатов больше, чем даже они предполагали. Справедливая Россия тоже считает итог удачи, ей удалось увеличить свое влияние на местах, показали положительную динамику, какой не было уже давно. То есть справедливоросы вернулись в большую политику, заняв третье место по итогам выборов. Неутешительными называют итоги во внепарламентской оппозиции. Хотя такие партии, как Патриоты России, Родина, Коммунисты России, смогли в общей сложности получить 56 мандатов по стране, результаты 10 допущенных к выборам малых партий колебались от полупроцента до трех. Список партий Парнас в Костромской области, по официальным данным, получил лишь 2,28%, то есть 5% барьер не прошел, признав поражение. Выборы проходили при рекордном количестве наблюдателей, больше 106 тысяч. Официально нарушений по стране было зарегистрировано около полутора тысяч. Из них в Костромской области, где наблюдателей было беспрецедентное количество из-за участия Парнаса, 146 официально зарегистрированных нарушений. По словам членов ЦИК, среди громких происшествий и удаление с участков журналистов и наблюдателей. Лично проверю все обстоятельства удаления каждого из этих шести журналистов. И если, не дай бог, найду хоть одно незаконное, ну понятно, да, что будет. Но громче всех возмущались в ЛДПР результатами по Амурской области. Громко настолько, что дошли до непарламентских выражений. Под руку Владимиру Вольфовичу попалась Ирина Роднина. По его мнению, она недостаточно внимательно слушала выступление. Жириновский вспомнил свой стиль и свою походочку, удаляясь вместе с фракцией в традициях 90-х из зала заседаний. Единороссы потребовали публичных извинений, Жириновский отказался, Роднина заявила, цитирую, «Комментировать хамство не собираюсь, собираюсь с хамством бороться».